Когда мы отрезвем Поймем вчерашний день клинья Что все равно в него прессуем годы А чудо ждем от будущего дня Дай Бог нам хоть на миг остановиться Дай Бог нам одуреть от беготни Чтоб разглядеть вокруг родные лица И чтоб понять, как дороги они Верни нам, Боже, раненую память Верни способности искренне любить И жизнь уже не разменется с нами И мы вернемся к храму Может быть Мы голоса давно не слышим в стонах А правду топим в собственной вине Забыть о том, что лики на иконах Не пишут на обратной стороне Верни нам, Боже, раненую память Верни способность искренне любить И жизнь уже не разменется с нами И мы вернемся к храму Может быть И жизнь уже не разменется с нами И мы вернемся к храму Может быть Романовский Романовский Глеб Сергеевич, это Игорь Шкварцов Его убили Наталью убили Вызывай полицию, Игорь Здравствуйте, Олег Здравствуйте, Глеб Сергеевич Девочка ушла из больницы И никто не смог ее остановить Интересно Почему вы не вмешиваетесь, Глеб Сергеевич Пока рано Потом, может быть, поздно Вы рискуете Ну, риск, конечно, есть, но Просто вы не все знаете, Олег Ну, так расскажите Потерпите Осталось совсем немного Поверьте Поехали А точное время смерти покажет вскрытие Ну, это ты и без меня знаешь Еще бы Значит так Мне нужны к утру все записи с камер видеонаблюдения отеля Хорошо, да Понял? Понял Давай Давай Ну, хорошо Так и запишем Как проходит беседа? Весьма любопытно Свидетель медленно превращается в подозреваемого Странно, что медленно Извините, продолжайте, пожалуйста Я сказал ей никуда не выходить из номера Когда вернулся Она уже Ее Понятно А почему им на гостинице? Вы не понимаете? Я понимаю Вы женаты, да? Мою жену убили А я вот все думал Скажете вы это или нет? Вашу убитую жену звали Ольга Скворцова, так? Так Я правильно понимаю, что дело об убийстве моей жены Объединили с делом об убийстве Нины Кудрявцевой Смотрите, какая ситуация вырисовывается В течение нескольких дней Убили трех женщин Вашу жену Вашу подругу и вашу любовницу А с чего вы взяли, что Нина Кудрявцева была моей подругой? Мы были в больнице, Игорь Леонидович Именно вы помогли Нине Кудрявцевой устроить дочь в клинику Вы дружили с убитой Вы дружили с ней последние недели Пока все верно? Да, все верно, это какое-то наваждение Я не знаю, как вам это объяснить А вы попробуйте? Да брось ты, Игорь Леонидович Тоже мне бином Ньютона Все же из-за иконки, да? Не знаю ничего ни про какие иконки И Ольгу, и Нину убила Наталья Из ревности Не хотела ни с кем меня делить Никакие иконки тут ни при чем, понятно? Понятно То есть, женщины режут друг дружку исключительно из-за любви к вам Дурак ты Так, ну а Наталью-то за что убили? Ну что, значит мы теперь будем жить у тебя? Давай Ну да, в моей холостяцкой берлоге Ты что, против? Нет, не против, мне вообще все равно, где с тобой жить Смело Зато честно Проходи Располагайся Я быстро, ладно? Угу Распuso Еще было КАНАЛ Ваши КАНАЛ Угл ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я решил нашу проблему. Сам смог. Вы идиот, Эдуард. Идиот и дилетант. В каком смысле? В прямом. Вы же доследили в этом отеле, как свинья в приличной гостиной. Меня никто не видел. А отпечатки пальцев? А камеры? Какие камеры? Вы детективы смотрите? Нет. Напрасно. В каждом приличном отеле, да будет вам известно, есть камеры наблюдения. Так что вы засветились, Эдуард. И не арестовали вас до сих пор только потому, что полиция в этой стране работает не так быстро, как ей самой хотелось бы. Это мой отец. Да, я поняла. Просто, ты знаешь, в этом портрете есть что-то… Нет, я, конечно, не уверена, но… Что? Нет, просто… Просто меня удивило, как ты на него похож. А чего же удивительного? Это же мой отец. Хочешь чаю? Нет, я так устала. Ну, пойдем спать. Угу. Свободным быть хорошо, Максимушка. Плохо быть беззащитным. Я всегда буду тебя защищать. Я знаю. Мою мать звали Анна Романовская. Крепостной. Моего отца. И звали Максимия Маккарне. Опять это иконка. Ты ни на минуту не расстаешься с ней. И дома ты с ней, и в поездках. Эта иконка принадлежала еще моему прадеду, деду и отцу. Она помогает мне в жизни. Дарья Евгеньевна Романовская, Богорская. Значит, вы не отрицаете, что являетесь правнучкой русского царя, Диколая Первого. Ну, или он здесь ни при чем. У этой иконки совсем иная цена. Какая, какая. Вам этого не конец. Ух ты! Мама, 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 а барыня будет нам сказки читать сегодня? Нет, сынок, сегодня не будет. Мама, почему ты такая грустная? Тебя кто-то обидел? Нет, Максимушка, никто меня не обидел. Все хорошо. Степан, что будет-то? Воля будет, Анна. Всем нам теперь будет воля. Конец нам всем будет теперь. Мама, он злой. Нет, Максимушка. Нет, Максимушка, он не злой. Он просто воли боится. Почему? Разве свободным быть плохо? Свободным быть хорошо, Максимушка. Плохо быть беззащитным. Я всегда буду тебя защищать. Я знаю. Я знаю, сыночек. Ты вырастешь большим и сильным. Я никому тебя не дам обижать. Мой мой. Доброе утро. Доброе. Я разве говорил тебе, где у нас кухня? Ну, я взрослая девочка. Сама разобралась. Ну что, кофе, легкий завтрак. И в дорогу? В какую дорогу? Ты дочь свою собираешься искать? Собираюсь. Но как? Ну, лежа в постели у тебя точно не получится. Дай, пожалуйста. Спасибо. Алло. Алло. Вы собираетесь говорить или нет? Ну, говорите. Здравствуй. Папа. Аня? Да. Это я. Аня, где ты? Я сейчас приеду. Я в монастыре. Приезжай, пожалуйста. В монастыре? В каком монастыре? Куда ехать? Ты мне нужен. Папа. Аня? В каком монастыре? Адрес можешь назвать? Адрес какой? Трубку положила. Это Аня? Ты узнал ее? Я впервые слышал ее голос. Она сказала, папа. Это она. Что ты вламываешься, как к себе в сортирую? Юрий Николаевич, это очень срочная распечатка прослушки. Это она. Что за монастырь? Не знаю, не знаю. Но Кудрявцев поедет к ней. А мы за ним. Она не сказала ему, куда конкретно надо ехать. Значит, она уверена, что ему об этом говорить не надо. Это значит, что он и так знает. А это значит, он нас к ней и приведет. Ало, это я. У меня есть новость. Спасибо. Почему ж ты раньше ему не позвонила? Не знаю. Мне мама давно дала его номер телефона. Да. Я каждый день хотела позвонить. Ну, значит, так Господу было угодно. А почему ты ему не сказала, куда именно надо ехать? А зачем? Он знает. Знает? Ты уверена? Уверена. Что же за монастырь-то, а? Неужели ты не догадался? Ну, конечно. Савина, Старожевский. Савина, Старожевский. Ты умер. Станин. Подождите все. Чтобы ты ели, что ты остался? Старожевский. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даша! Даша, вот ты где, я обыскался тебя. Я же сказала прислуги, что хочу проведать семейную усыпальницу. Да-да, опять эта иконка. Ты ни на минуту не расстаешься с ней. И дома ты с ней, и в поездках. Эта иконка принадлежала еще моему прадеду, деду и отцу. Она помогает мне в жизни. Ради бога, сколько можно верить в эти сказки? Лев. Нет, я просто не хочу, чтобы эти сказки заслоняли тебе реальную жизнь. Вы говорите, что искали меня? Да-да, нам, нам нужно уезжать из столицы. Здесь становится неуютно. Чернь выходит на улицы. Чего вы боитесь, Лев? Революции? Я боюсь только одного, Даша, когда ты начинаешь называть меня на «вы». Ну, если вам нравятся тыканьи, тогда выходите на улицы и присоединяйтесь к Черне. Ну, хорошо, давай по делу. Нам действительно нужно уезжать в имение. Отлично. Уезжайте. А вы? А я уеду завтра. О, слава богу, я с вами. В Париж. Что? В Сорбонну. Я решила продолжить учебу. Нет, подождите. Когда? В смысле, когда вы приняли это решение? Только что. Ну, побойтесь Бога. У вас есть муж. Лев Михайлович, вы же знаете, я своих решений не меняю. Ну, а я… Я не могу вам это разрешить. Лев, вы не можете мне это запретить. И тем не менее, как ваш законный муж, я вам это запрещаю. Значит, нам придется расстаться. Простите, что вы сказали? Я сказала, что не меняю своих решений, Лев Михайлович. Вот эта женщина. И что, она действительно разошлась с мужем? Разошлась. И действительно уехала учиться в Сорбонну. А второй раз она вышла замуж в девятьсот одиннадцатом году с обороны Вальдемара фон Гривенеца. Он был капитаном линкорна Полтавы. Ага. Почти как в песне поется. Военный моряк, в общем, жгучий брюнет. Да, что-то в этом роде. Он увидел ее в бинокль на палубе, принял Дарью на свой корабль, и вскоре они обвенчались. Ой, какой романтичный моряк. Да. А когда царь Николай Второй узнал об этом, он решил наказать барона. Ну, это же был военный корабль. И что, он наказал? Нет. Он, когда узнал, на ком женится капитан, то сказал, не надо, он и так довольно наказан. И что, вот эта женщина твоя прабабка? Ну, да. Пра-пра-пра. Где-то так. Ну, что ж, если ты на нее похожа, так мне и надо. Ты что, недоволен? Ну, а с этим своим вторым мужем-то баронным, она, надеюсь, жила долго и счастливо? М-м-м. Через два года они расстались. Какая неугомонная прабабка. Ну, так все-таки, ты на него похожа? Я? Ни капельки. Послушай, мне надо с тобой просто поговорить. Я все-таки твой брат. Все, что мне нужно, это несколько минут разговора. Я твой брат. А ты моя сестра. Между прочим, родная. Хорошо. Хорошо. Давай по телефону. Я не понимаю, что происходит. Последнее время все как-то вышло из-под контроля. Ну, я виноват. Кое-кого недооценил, но ты не можешь так со мной поступать, потому что я твой брат. Да не затевал я никакую свою игру. А если и затевал, то только ради нас двоих. Хорошо. Послушай меня. Послушай меня! Хорошо, я был неправ. Был неправ, признаю, да. Посыпаю голову пеплом. Все. Все. Но если ты не возьмешь меня в долю, я иду в правоохранительные органы и обо всем вам рассказываю. И пусть эти бабки идут в пенсионный фонд этой несчастной страны. Нет, это не глупость. Это не глупость. Просто это называется, не доставайся же ты никому. Я и прошу всего ничего. Десять процентов. Да там и так больше миллиарда, ты понимаешь? Тебе чё, на духи не хватает? Не вешай трубку, я тебе сказал! Алло, Юрий Николаевич? Это Скворцов. Мне нужно срочно с вами поговорить. У меня нет времени, Игорь Леонидович. Это не может подождать? Если вы меня не примете, я сейчас же из дома еду в ГУВД, а еще лучше на Лубянку и рассказываю им про иконку Багарне. А точнее, про иконку Анны. Да. И что ж такое сенсационное вы им расскажете, Игорь Леонидович? А то, что написано на этой иконке, принесет ее хозяину миллиард долларов. Этого достаточно? Вы меня примете, Юрий Николаевич? Хорошо. Постараюсь найти для вас полчаса. Приезжайте. Хорошо, я еду. Ждите. Девочка моя, только что звонил твой брат. Хорошо. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Это даже не видение. Это картинки. Очень яркие. Я иногда не понимаю, сон это или явь. Но, но полное ощущение, как будто я в этом принимаю участие. Понимаешь, из того, что ты мне рассказала, я понял одну очень важную вещь. Из всех детей генерала Багарне ты видишь именно Максимилиана. А ведь у Багарне было шестеро детей. А из всех внуков Максимилиана ты видишь именно Дарью, Романовскую, Багарне. Так ведь? Ну да. То есть ты видишь тех людей, кто держал в руках иконку Багарне. Точнее, относился к ней с благоговенью, как и должно к ней относиться. Тех, для кого она стала судьбой и смыслом жизни. Батюшка, ну почему это происходит? Пути Господни неисповедимы. Если Он что-то дает, то нужно понять, зачем тебе этот дар. Мне очень сложно это понять. Иногда, чтобы понять это, необходима целая жизнь. Я что-то не понимаю, кто этот человек и ради чего я сюда приехала из Германии. В документах он значится, как Максим Максимович Гринёв. Никогда о нем не слышала. Что еще о нем известно? Могу лишь сказать то, что уже говорил. Он заплатил пять тысяч, чтобы с вами встретиться. И заплатит столько же после встречи. Это очень важно для вас. Это касается вашего деда. Он просил взять с собой… Иконку Багарне, это я уже слышала. Так вы взяли? Естественно, нет. Я не собираюсь показывать всем подряд семейную реликвию. Как? Он же не заплатит остальную сумму. Я вас просто спросила, кто он такой на самом деле. Мадам Багарне, я не могу это вам сказать. Потому что не знаете. Потому что не имею права. Я имею права разносить эту тайну только после его смерти. Да? И что же мне теперь делать? Убить его? Почему убить, мадам? Мадам, я, конечно, не врач, но мне кажется, что ему осталось немного. Даже не знаю, что мне теперь делать. Радоваться или сочувствовать? Не знаю. Здравствуйте. Вы мадам Багарне? Совершенно верно. Это безумие, но он отказывается принимать лекарства, пока не увидит вас. Даже так? Вы должны образумить его. Но я даже не знаю, кто он такой. А он знает вас очень хорошо. Он даже отказывается принимать… Да, лекарства. Давайте закончим с этим прямо сейчас. Вот. Пришла. Я Дарья Евгеньевна Романовская Багарне. Мне передали вашу просьбу. Спасибо, что пришла. Мы знакомы. Иконку принесла? Ну, вы бы представились для начала. Ну, оставьте нас. Ну, оставьте нас. Ну? Сядь. Меня зовут Максим Максимович. Фамилия в документах. Гринёв не моя. Мою мать звали Анна Романовская. Крепостная. Моего отца звали Максимилиана Багарне. Что? Ты наверняка слышала про историю любви своего деда и крепостной девушки Анны. Да, слышала. Я их сын. А ты, выходит, моя племянница. Нет. Этого не может быть. И тем не менее. Нет. Этого не может быть. Это ерунда какая-то. Господи, сейчас сойду с ума. А, весь мир давно уже сошел с ума, Даша. Все перевернулось. Крепостные сейчас брать в России. А господа ищут смысл жизни в Париже. А какой смысл жизни может быть в Париже для русского человека? Зачем вам нужно было, чтобы я приехала? Я умираю. И что? Вы вдруг перед смертью решили посмотреть на всех своих родственников? Только на тебя. И не вдруг. Ты Савву привезла. Вы имеете в виду иконку? Разумеется, нет. Она к вам не имеет никакого отношения. И еще как имеет. Давным-давно, когда на свете еще не было ни меня, ни вас, отец с матерью отдыхали на лугу около имения. Им было хорошо. Они любили друг друга. И в те минуты им никто не нужен был. Мама сжимала обе иконки в руке Савваю и Максимилиана. И вдруг она почувствовала какую-то тревогу. А потом увидела… Что увидела? Будущее. Она увидела смерть моего отца и твоего деда Даши. Он простудился и сгорел в один день. Мама это видела. Там, на лугу, в минуту их счастья, она видела смерть своего любимого. Еще она знала, что в ту минуту, когда он умрет, она родит сына меня. Это вам мама рассказывала? Да. Ты принесла иконку. Хотите сжать иконки в руках и увидеть будущее? Боюсь, вы ничего не разглядите. Не надо быть такой жестокой. Ага. Да. Спасибо тебе. Теперь можно и умирать. А свою иконку? В смысле иконку вашей матушки вы оставили в России? Да. И ты должна ее найти. Я должна поехать в Россию и найти иконку вашей мамы? Да-да. А зачем мне это нужно? Эта иконка никогда нам не принадлежала. А будущее меня не интересует. Прощайте. Погоди. Сядь. Будущее тебя не интересует. Но деньги должны заинтересовать. То, что я сейчас скажу, это серьезно. И это правда. Отец оставил мне состояние. Оно лежит в одном из швейцарских банков. Это большие деньги. Я хочу, чтобы они достались тебе. Большое, конечно, спасибо, но… Помолчи пока. Это действительно большие деньги. Он положил их в банк незадолго до своей смерти. Это было в 1852 году. Он это сделал для меня. Потому что он был хорошим отцом. А разве у вас нет своих детей? Дочь. Людмила. Позаботься о ней. За 65 лет эти деньги удвоились или даже утруились. Номер счета. Шифр ключа. Отец написал на иконке мамы. Почему же тогда ваша матушка? А, потому что моей матушке не нужны были деньги. В ней до самой смерти жила только любовь к моему отцу. И больше ей ничего не нужно было. А вам? Сейчас и мне. А вам и моей дочери. Я думаю, эти деньги пригодятся. К сожалению, я не смог уговорить Елену, ее мать, уехать из России. Иконка у нее. Что? Ваша матушка отдала иконку своей внучке? Да. Вы можете мне дать слово? Тебе? Могу. Пообещайте, что будете принимать лекарства. Ой. Обязательно. Хорошо. Как я могу найти вашу дочь? Она вернулась в Россию в разгар гражданской войны? Да, в восемнадцатом году. Очуметь! Революция, гражданская война, страна разорена. Она возвращается и ищет клад. Но она не из-за денег. Ну, вернее, не совсем из-за денег. В общем, дело совсем не в деньгах. Ну, а в чем же тогда? Она слово дала. Добрый день, Юрий Николаевич. Мне нужно серьезно с вами поговорить. Что ж такое, молодой человек? Входите без стука. Садитесь, понимаешь, без разрешения. Водичка, я, кстати, вас тоже не почивал. Судя по всему, вы очень в себе уверены, Игорь Леонидович. Нет, я абсолютно в себе не уверен. Я уверен в одном. Что-то нужно решать. По телефону вы упомянули правоохранительные органы. Позвольте в этой части поподробнее. Вы хотите знать мои намерения? Совершенно верно. Хорошо. Итак, я написал подробное письмо. В прокуратуру, в следственный комитет, на Лубянку, в несколько изданий. В письме я подробно описал, чем вы сейчас занимаетесь. Вы и ваша покровительница. Я упомянул об иконке, о счете в швейцарском банке, о процентах за сто пятьдесят лет. По моим подсчетам, там должно было накопиться порядка миллиарда евро. Это большие деньги, Ирий Николаевич. Согласны? Трудно поспорить. Я тоже так думаю. Чем больше денег мы хотим поиметь, тем меньше мы задумываемся о последствиях. В таком случае легко убрать с дороги единственного друга и родного брата. И родную сестру. Если вы вдумаете проверить мой компьютер, то ничего там не найдете. Письма спрятаны на защищенном сервере. Каждый день в определенное время я должен посылать СМС-сообщение. Если вдруг по какой-то причине я этого не делаю, и письма веером расходятся по указанным адресам. Я гляжу, вы очень хорошо подготовились, Игорь Леонидович. И совершенно уверены в том, что делаете. Хочу предупредить, в письме я указал причину моей вероятной смерти. Ну, это понятно. Причина – это, естественно, я. Да. Вы названы там вероятным исполнителем. А заказчиком, если я вас правильно понял, указана ваша сестра. Угу. Что ты хочешь? Я уже озвучивал свою позицию сестре. Десять процентов. И понимания у нее, судя по всему, не нашел. А как вы догадались? А я очень хорошо ее понимаю. Вы давно уже представляете большую опасность для своих близких, Игорь Леонидович. Не бойтесь так. Убивать вас никто не собирается, боже упаси, что за бред. Не надо преувеличивать собственную значимость. Если вы будете нам мешать, вы просто-напросто останетесь без копейки. Мы об этом позаботимся. А вот как вы сможете объяснить это? Откуда у вас? Вы знаете этого человека? Конечно. Причем давно. Узнали? Это действительно Олег. Водитель вашего друга Валерия. На самом деле он человек Глеба Сергеевича. Олег? Человек Романовского? Этого не может быть. Почему? Потому что вы считаете себя самым умным, да? И Игорь. Последнее, что я должен вам передать, если вы все-таки решите успокоиться и вести себя прилично, подчеркиваю, прилично, вам останется ваш бизнес. Этого вполне хватит на жизнь. Где сейчас Валерий? А, вспомнили наконец своего друга. Что ж, не вижу причин скрывать от вас эту информацию. Насколько мне известно, в настоящий момент Валерий Дмитович вместе со своей подругой Лидией направляется к собственной дочери. В Саввино-Старожевский монастырь. В монастырь. Личность установлена. Сашко Эдуард Владимирович. Известный нотариус, юридический консультант. На работе его нет, сотрудник ничего не знает, на звонки не отвечает, телефон отключен. Часто мотается за границу, причем не просто отдыхать. Дает частные юридические консультации некоторым западным компаниям. Надо полагать, консультации в свете новых российских реалий. Ну, что-то вроде того. Интересно. Послушай, неужели тебе удалось установить его контакты за границей? Ну, я же в конторе не служу, откуда у меня такие возможности? Хотя было бы неплохо. Секретарша его рассказала. Ему. Гигант! Что еще она тебе рассказала? Ну, что, что в офисе он давно не появлялся, а на работе к этому все уже давно привыкли. Ну, а номера телефонов? Не отвечает, мобильный отключен. Да, судя по тому, что взять его вам не удалось, дома его тоже нет. Ну, а распечатки фото, ориентировки? Размножены, разосланы. Скорее всего, это ревность. Ну, это как бы основная версия. А с чего вы взяли, что это обязательно ревность? А с того, что мы показали фотографию убитой соседям этого самого Сашко. Она была его любовницей, часто приходила. Она к нему не просто приходила, она с ним жила. Сосед по лестничной клетке показал, что позавчера, когда он выносил мусор, она выбежала из квартиры и принеслась мимо него, словно фурия. Фурия? Ну, это он так сказал, сосед. Да, еще и Юль. Ну, что еще? Ну, говорите уже. Короче, Скворцов заявил, что это она, это Наталья убила и его жену, и Нину Кудрявцеву. Так. Ну, давайте с этого момента поподробнее. А как я вас узнаю? Не ошибетесь. Я у входа стою весь в черном. А черт, ну конечно. Ой, батюшка, прошу прощения за слово. Ну, да, конечно, я вас вижу. Я вас тоже. Здравствуйте, батюшка. Здрасте, это я вам звонил. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Здравствуйте, батюшка. Так, отец Алексей, где моя дочь? Пойдемте со мной. Ну, как она? Здорово? Да, абсолютно. Ну, вы понимаете, о чем я спрашиваю? Если вы о ее душевном здоровье, вам совершенно не о чем беспокоиться. Вы уверены? Конечно. Почему вы спрашиваете? Ну как, ну все-таки вы же не доктор? Валерий. Ну, что, что? Поговорите с ней. Откройте ей свое сердце. У нее оно открыто. Она видит мир таким, какой он есть на самом деле. Каким его создал Господь. Ну и что, ей страшно? Почему? Нет. Ну, если я правильно понял, она пришла сюда просить защиты? Нет. Она пришла сюда навестить Савву. Савву? Да вы сами у нее спросите. Здравствуй, Аня. Я твой отец. Прости меня, дочка. Я должен был прийти гораздо раньше. Господи. Как же ты похож на Савву. Я их сказал! По закону революционного времени! К стенке! И никаких соплей! Все! Дед, на! Ну… Так. Дарья Евгеньевна Багарне. Правильно? Нет, Багарне. Дарья Евгеньевна Багарне. Теперь правильно? Дарья Евгеньевна. Нет. Что значит нет? Дарья Евгеньевна Романовская Багарне. Что? Антонов! Да я ж сказал расстрелять к чертовой матери! Понял меня? Все! Контра. Дарья Евгеньевна. Значит, вы не отрицаете, что являетесь правнучкой русского царя Диколая Первого. Еще я являюсь правнучкой Ежена Багарне, который был приемным сыном Наполеона Бонапарта. К этому мы еще вернемся. Воля ваша. Поговорим о другом. Я хочу знать. Вашу цель приезда в Россию. Простите? Зачем в Россию приехала? А что, разве не понятно? Пока нет. Это моя родина. Я здесь родилась и хочу, чтобы меня здесь похоронили. Это мы всегда успеем. А цель? Молодой человек, я вас не понимаю. Я приехала в страну, которую люблю. И что здесь непонятного? Почему вас это удивляет? Да потому что ваши классовые друзья обычно поступают по-другому. Они, наоборот, уезжают из России. Но у меня нет ни классовых друзей, ни классовых врагов. И мне абсолютно безразличны те, кто уезжают. У меня к ним нет ни претензий, ни вопросов. Зато у меня есть к вам вопрос. Что ж, задавайте. Я постараюсь ответить искренне. Слово дворянина? Дворянки. Хорошо. Хорошо. И кто тут умник? Кто насоветовал вам приехать в страну, где идет гражданская война? Господин Ленин. Что? Кто? Господин Ленин Владимир Ильич. Это нынешний руководитель страны. Он занимает пост… Да я прекрасно знаю, какой занимает пост, товарищ Ленин. Простите, почему вы кричите? Значит, вы заявляете, что знакомы с товарищем Лениным? Да, мы знакомы. Я не могу сказать, что мы друзья, но долгое время мы с ним переписывались. Он написал мне из Германии, Швейцарии. Написал? Да, у него неплохой слог. Хотя университет он не окончил, но дворянское воспитание все-таки дает о себе знать. У кого дворянское воспитание? У товарища Ленина? Конечно. А почему вас так это удивляет? Ну, может быть, у вас сохранились письма от товарища Ленина? Ну, не знаю. Думаю, что несколько я смогу найти. Одну минуту. Мы справимся с Аллой. Мы справимся. Папа, посмотри. Посмотри, ты же очень похож. Ну, дочка, как это даже нехорошо так говорить? Он святой, а я грешный. Святыми не рождаются, святыми становятся. Вот ты у меня родилась святой. Она не святая, она ангел. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok